Идем в квартиру Кирова. Мне очень интересно посмотреть на быт человека, который был вторым в государстве после Сталина. А потом, вот традиционно, потенциально оценивают, лишь перед залом. Считайте, вот на выставке все по залам расписано. Первый, второй перед залом, вот здесь, вот на этом улице. Вот эта стена у нас интерактивная, вот эти вот желтые кнопочки все можете нажимать, они озвучены и в описании. Они листаются сами, их не надо ничего перелистывать, тоже интересная информация, пожалуйста. А скажите, сама его квартира, вот эта она и есть? Нет, квартира рядом, просто сейчас там идет экскурсия, чтобы не мешать друг другу. Мы туда попадем, да? Да, конечно, здесь все пройдете и пойдете туда спокойно смотреть. У нас выставка называется «Поверить время, время в период». Это все как бы относится ко времени, как ускоряем время в 30-е, в 30-е годы. Вот эти вот экспозиции, это все стоители часы. Из фондов музея, из дамы, очень интересная коллекция лет, так что интересно посмотреть. Это вот часы, то что стоит, часы, поставки, печенька. Как ускоряли время, время вперед. Здравствуйте. Это уже времени, почитайте, сколько времени находятся дети, женщины, мужчины, в городе, в работе. То есть задача была ускорить время, чтобы быстрее построить светлое будущее, правильно? Я понимаю. Ну да. Или как? Да. Почему они хотели ускорить время, чтобы быстрее построить все? Ну, естественно, да. Чтобы экономное время было. Как бы не терять и минуты. Потому что я вот историк, да, я про это не знал, что они боролись за каждую минуту. Да, вот это даже секунды вот подсчитано, кому сколько, кто сколько тратил время на очередь в городе, например, в магазины, в домашние как бы работы. Надо же, а? Все по минутам. Надо было все вот это обучить, чтобы людям облегчить. У нас считалось, что, в нашей стране считалось, что на работе люди тратили меньше всего времени. Ну, то есть, у нас было и семи часа об этом рабочий день. Вот это мы в третьем зале еще посмотрите. Потом мы сделали восемь часов. Здесь мы уже подходим к капитализму по двенадцатой. Сейчас, да. Сейчас, да. Хотя говорят, что четырехдневные рабочие недели загорали. Да, только зарплаты. Да, для меня это открытие, что боролись за каждую минуту. Я про это как-то даже и не знал. Вплоть до того, что дети ежедневно тратят на сон восемь часов пятьдесят две минуты. Сколько научил бы на сон? Все вот это подсчитывалось. Как обучить жизнь? Женщина ежедневно тратит на сон семь часов одиннадцать минут. Мужчины ежедневно тратят на сон семь часов тридцать восемь минут. Домохозяйка ежедневно тратят на сон восемь часов шесть минут. Надо же! Кто это все подсчитывал? Кто этим занимался? Какое было дикое желание построить светлое будущее. А этот зал у нас что показывает? А это у нас кабинет Кирова в Смольном, который был. А-а-а! Надо же! Почитайте! Это полностью экспозиция, вот ее перенесли со Смольного. Да, со Смольного сюда перенесли. Кабинет, где его рядом, по коридору убили, да? Собственно, в Смольном. Ну, он по коридору шел, не доходя к коридору, не доходя к кабинету. Одна версия теперь. Первое декабря тридцать четвертого года, насколько я помню. Немножко другая версия потом. Якобы в кабинете его убили. Вот здесь он сидел, да? Это поле, как бы, недостоверно. Как бы, Николаев был ниже Кирова. И он не мог выстрелить его вот отсюда. Киров сам был невысокий, а Николаев еще ниже был, да? А, Николаев еще ниже. И поэтому, вот, последняя версия говорит о том, что он, как бы, в сидячем положении Киров был. Потому что Николаев не мог в него вот так вот выстрелить. Тогда он должен быть и выше Кирова. Понимаете, пули так вот. То есть он не шел по коридору, когда был убит, а был убит в кабинете, прям, да? Получается. За рабочим столом. Да, застал жену. Женой Николаевной. Жена в кабинете была, да, получалась? У Кирова, да. Любовница она оказалась. И он, поэтому, вот, Николаев. Ну, да жаль. Ну, такая версия. Все настоящее, да, все старое. Все настоящее, все подлинное. Стол такой огромный. Все документы вмещались. Здесь радио, а вот внизу встали. Там даже радио было. Интересно, центральный какой телефон был со Сталиным. Какой-то из них, да? Ну, да, да. Как будто бы сейчас вот он раз и сидит здесь, да, можно представить. Так интересно, Ленин в середине. У него тоже это был в кабинете, да? Да, да. Эта картина была. Так интересно, да. Два барельефа Сталина, Ленин посередине. Сталина больше, чем Ленина. Ленин один, Сталина два на столе. И вот еще Сталин. Да, это первый пластмасса. Вот это вот красный портрет Ленин. Это вот только начали изготавливать эту пластмассу. Это первый пластмасс. А цветы стояли тоже у него, что ли, да? Нет, просто день рождения Кирова. Поэтому цветы ставятся. А день рождения когда у него? У убийства ставятся цветы и день рождения. А у него когда день рождения было? 26 марта. Так сегодня у него день рождения у Кирова? Поэтому поставили сегодня цветы. Невероятно. Мы в рабочем кабинете Кирова в день его рождения, 26 марта. На Петроградской стороне Красно-Каменно-Островский проспект. Дом 26-28. До революции был доходный дом, построен в 11-м году, насколько я помню. После революции в 18-м году отдан под коммуналки. Интересно, кого в этих коммуналках здесь сидели? В коммунальной квартире. Вот это было все. Четыре зала. Рядом с квартирой Кирова. Кто-то же жил там? Охрана жила или кто? Охрана была, похоже, внизу, наверное, была. А в коммуналках в этих кто жил? Вот дом, когда расселяли, кого-то ж туда. Ходили в парад, видели там такое ограждение, как комнатка такая. Вот там находилась охрана, там проверяли, пропускали тех, кто здесь жил. А вообще, вот квартиры, допустим, они 13-комнатные, да, в этом доме, 9-комнатные. После революции из них сделали коммуналки. Вот интересно, туда же не просто рабочих заселяли, а, наверное, может там, ну, руководители, ведомств каких-то. В доме самый дорогой был дом, вот этот вот. На Петроградке, да, был? И самый комфортабельный, самый лучший, потому что к этому дому была подключена своя электроподстанция. Во дворе была мусоросжигательная печь. Потом правое отопление здесь было. Снеготалка была, да? Снеготалка, да. Гаражи в Кировжине, у него же была машина, гараж. Ну, раньше машина там была. Ну, получается, он жил на Петроградке, а ездил в Смольный на работу, по мосту через Неву, да? Ну, да. Невероятно, что сегодня его день рождения. Так, а он с какого года? 1880 какой-то. 88-й, по-моему, или 87-й, надо посмотреть. 86-й. 86-й, да. И сегодня, кстати, юбилей, 21-й год. Сегодня ему было бы... 1826-й год. 135 лет ему сегодня. Да. Да, 135 лет. Спасибо вам за такие интересные рассказы. Здесь, да. А потом посмотрите квартиру Кирова, там, почитайте о доме, очень интересно. Приходит, там, вы видите, табличку. Там посмотрите, холодильник какой у него был. Это один холодильник в городе. Это в той квартире, да? В том вот отсеке. Да, в той квартире. Смотрите, у мамы дверь, там удлинная тоже. Там замочки, вот, кроме черного колода. Там уже потом восстанут. И как раз вы будете выходить в эту дверь. Дверь Кирова. Посмотрите. Спасибо. Это самый лучший дом в городе. То есть далеко были не аскеты, да? Жили в лучшем доме. Да, да. Ну, у него была самая маленькая квартира в этом доме, что построили. Дом строили три лучших архитектора Бенуа. Три брата. Два родных, один и двою родной. То есть вот эта вот квартира, она была самая маленькая в этом доме, в котором он жил, да? Вот, в котором он жил, была самая маленькая, но она 250 метров. Сколько? 250. 250 метров. Извините, что? Там тоже все подлинное. Там после, вот так как жена прожила 8 лет после Кирова. До 42 года, да. В этой квартире. Ему-то пришлось всего 8 лет прожить в этой именно квартире. А потом жили ее сестры-две сестры. После этого они сделали музей. Одна из них была как поддиректор музея. А потом уже их отдали в музей и им предоставили другую квартиру. А он с какого года жил? Получается, до смерти, с 26-го, да? 8 лет прожил? Да. В той квартире? Да. Тридцать четвертым. Да. Тридцать четвертым. Тридцать четвертым. Да. Тридцать четвертым. Продолжение следует... Сумасшедшее время было, такое дерзновение, неведомое и непонятное нынешнему поколению.